ну что народ доброе утро у нас новый день а я рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сегодня новое видео мы выходим с северных островов тонгас ваваук и идем на центральные острова и про них сегодня будет наш рассказ а пока полюбуйтесь какая красота у нас стоят уже паруса паруса еще не полные и вряд ли будут потому что мы их поставили на первый риф дует там чуть чуть больше 20 чтобы не передозило мы идем себе в комфорт неньком режиме и так мы будем идти где-то 60 миль а дальше уже стоянка на центральных островах тонга погнали у нас сейчас великолепный яхтинг единственное что пришлось немножечко зарифовать под второй риф потому что многому ветра тумач мы идем 7 узлов плюс что-то такое клюнуло я могу вытаскивать вот только вот так вот я просто пячес мы остановили уже лодку мы в трейфе они просто нас толкает и потом вот так покручивая кушку делаю по пол шашка так тиме не целый дом я уже устал пиздец ты думаешь кто это или тунец или марлин что-то очень большое марлин еще обычно выпрыгивал он и выпрыгивал он там такое делал сальто вообще уже час где-то прошел уже где-то рядом я уже катушка полная гадо против рыбы пискадор против добычи такое даже снять хорошо ой боже мой там что-то огромное мамочки кто это такой ужас она больше метра по-моему да она больше метра огромный ты наверно очень огромный тунец серёж боже мой это какой-то пиздец а не рыба это марлин что пузею не очень отдыхали Мурлина очень хочется Молодец Он же такой большой Он метра, наверное, полтора длил И чтобы Вот так вертикально он был Отходи назад Назад, нет, нет, нет Ну что ж, рыбы у нас не будет Сорвался Что поделать? Фонар Там вдалеке уже видна такая маленькая, тоненькая полосочка Поверх горизонта Это уже то место, куда нам нужно попасть Тут, конечно, коралхедов и всяких камней Мама дорогая Вот прямо не нравится Ну мы выбрали хорошее место Я думаю, все окей Мы приехали в 16 часов Где-то на полтора часика больше Занял путь, чем я рассчитывал Это связано с тем, что мы там ловили Этого дурацкого марлина Но в любом случае сейчас Прекрасное время 16.00 Для того, чтобы пойти На этот великолепный необитаемый острова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время пришло разведывать острова Какой идеальный пляж Смотри, какой великолепный Вообще просто пресс-стейки Посмотрите, какой пляж Прямо как с буклета Лодочка наша стоит Маленькая лодочка Вот тут у нас Дина Еще Дина здесь обнаружила Что этого всего пляжа Здесь в Хайтайде не будет Потому что это все уходит под воду Остается только вот так, Ромка Может быть здесь чуть-чуть Слушай, ну, Тонго великолепный Да, жаль, что мы там найдем Здесь очень клево Можно походить и пофотографироваться Аааа, вообще великолепно Никого, представляете? Как тебе? Вообще топчик Пляж топчик Еще такие прикольные Мы тут пока Как-то только парковались К нам на хобби-кате Подкатывает такая пара Пенсионеры Такие бодрые На огромной скорости Такие Велкам, велкам Я думаю, что это Высотого отеля Который на той стороне Очень прикольные Такие Задорные Задорные Слушай, ну здесь очень красиво Я прямо в восторге Да Какие живописные Отливом сформированные каскады Это уже мы ходили, если что А еще здесь Дина нашла Красные кораллы То есть вообще Вот эти кораллы Их Ни в коем случае нельзя брать Ну, не так, конечно, на пляже А вообще То есть рвать Это очень редкие И Их надо охранять Всячески Здесь риф На котором они есть И завтра мы будем здесь нырять И смотреть И искать Вот именно Вот это вот Редкое Что это? Это не животное Что это, Дина? Ну, кораллы Что такое коралл? Биологическая субстанция Нам здесь сказали Что кораллы Вот эти белые Которые дохлые Это все из-за того Что здесь было извержение вулкана И вот эти все вулканические Газы Все это Осело И убило Какую-то часть кораллов А еще здесь вот Видите вот эту вот Береговую мусорную линию Это для вас Она мусорная линия А для Дины Она разбирается Что здесь что Так вот Основное Что лежит В этой мусорной линии Пемза То есть Когда было извержение вулкана Сюда понаносило Вот эти вот Легкие камушки Они реально Ничего не весят Ладно Я снял кожу Похоже Может кто-то захочет Еще пошкрябать Когда краб Слегка вырос Из своего Гнезда И он прячется На все деньги Но проблема в том Что гнездо его Ракушка Вот такая Эй братуля Ты по-моему Придумал какую-то фигню Тебе надо Это Поменять Мы же на пляж пришли Это значит Что у нас А-ля Пикник Это ром Это теплая Кока-кола Но она не так Чтобы прямо Совсем теплая Но уже Явно не холодная Мы же Тропические яхтсмены Поэтому готовы Ко всему Особенно К теплым напиткам Но теплые напитки Это лучше Чем холодная погода Еще где-то Минут Так 15-20 Кстати Знаете Как Считать Сколько времени Для заката Это не сложно На вытянутой руке Выставляете пальцы Смотрите на горизонт Сколько пальцев Вот в данном случае Два пальца До солнца У меня Каждый палец 12 минут То есть 24 минуты До захода солнца Рука должна быть Вытянутая Максимально От уровня глаз Вот так вот Считается время Откалибруйте Свои пальцы Может быть 12 10 15 Смотря Какие по толщине А еще здесь летают Большие летучие мыши Такие по размеру Как коты Все вам попробую Будет лететь Попробую вам ее показать Какая прелесть Закат И Тайт Уехал Сейчас будем Тащить Туда Ну что Отъезжаем Вот здесь Вот есть Коралхэт И сбоку есть И там их много Поэтому будем Сейчас Внимательно Смотреть Как нам Проехать А здесь Посмотрите Это все У меня Красиво Моем Чемнанчик А у меня Здесь Внимание Люксюри Вот Раз Пакет Два Пакета И стакан Что-то ты У нас собирал Улов А еще У меня есть Еще ракушки Гремучник Джек Принес Этим Не греми Крупные Которые Уже Никуда Не помещались Сережин Карман Пришелся Кстати Посмотрите На это Великолепие Тут И каури И коны И Рыд Коралл Не потонем Не потонем В данное место Мы пришли Не просто так Нам порекомендовали И сказали Что в конце Есть буй На который Можно себе Спокойно Стать И там Очень красиво Мы нашли Мы нашли Фарфиша Полипами Он сначала Он сначала Пытался Не шевелиться И отвлекать Внимание Но Сережа Таки до него Он выглядит Он выглядит Как маленькая Змея Как понять Что это не Змея А конек А конек Мордочка Мордочка Вот такой Еще вид Морских звезд Похожий На какую-то Космическую Картошку То есть Они реально Большие Они где-то Сантиметров Пятьдесят Штат В диаметре Ну да Ну Такие Пасифик Это тебе не Атлантик Ну да Ну риф Сам на самом деле Достаточно Плоский То есть Всего два вида Кораллов Это плоские И такие Шипатые Которые Верс Это Стакхорны Называются Стакхорны Да Рогатые Кораллы Но В принципе Если Не смотреть На Вот На Какие-то Скопления Этих Кораллов То Нельзя Сказать Что Там Всего Много Ну А дальше Поскольку Чем Ближе К Расстоянию Между Островами К проливу Тем Сильнее Течение И в таких Случаах Когда вы Хотите Исследовать Вот эту Зону То Прикольно Просто Брать Тузик С собой И Дрейфовать Вместе С Тузиком Чтобы Потом Не приходилось К нему Возвращаться Против Течения На Большие Дистанции И В принципе Так Спокойнее В случае Чего Можно Выпрыгнуть Это Кстати Хороший Лайфхак Для тех Кто Хочет Посмотреть На Вход В Атолы Там Часто Бывают Сильное Течение Интересно Посмотреть И В таких Случаях Удобно Плавать С Тузиком Как Делали Это Мы То Есть Это И Безопасно С одной Стороны То Есть Вы Можете Вылезти Если Успеете Конечно Ну И Эффективно Народ У нас Сейчас Большие Планы Мы Обнаружили Мы Обнаружили Что Здесь На Соседнем Острове Туда Правда Нужно Немножечко Поехать Будет Так Вот На Этом Острове Есть Резорт И В нем Есть Ресторан И Мы Сейчас Туда Как Раз Собираемся Смотри Он Красиво Делась И Я Вот Все Мы Короче Едем Я Вам Покажу Что Там Потому Что Нам Самим Интересно Ну Что Как Тебе Здесь Это Место Если Не Знаешь Так Пошли Разбедывать Да Вот Видно Вам Или Нет Люди В этих Национальных Одежда Корник Ого Называется Вот Там Наша Лодочка Я Аккуратно Переставляю Ноги Чтобы Не Насыпать Песка Себя Прокса Мои Уже Все Отписки Как Идут Ну Сейчас Я получу Свой Милкшейк И смогу Тебя Ответить На этот Вопрос А вообще Я Очень Удивлена Что Тут Реально Фулхаус Народу Нам Казалось Что Мы Вообще В супер Максимально Безлюдном Месте У них Тут Вельчики В прокат Народ На столке Играет И Всякие Там С Ю И Каяки В общем Тут Прямо Цивилизация И Дорожки Все Убранные Засаженные В общем Тут Прямо Какой-то Такой Приличный Резорт С Приличными И Со Всякими Развлечениями Смотри Как красиво У тебя деревья Нравятся На фоне Смотри Какие Короточки Прикольные Ну да Вкусно? Not bad Да Достаточно Милк Достаточно Шейк Да Пойдет У меня Свой Шейк А еще Прикол У них Здесь В ресторане Висит Вечер Радио И Они Работают На 14 Канале Если Вы Хотите Прийти В ресторан Можно Забронировать Столик Прямо С лодки По-моему Великолепное Решение Молодцы Найти Кого ты там Нашла Большое Белое Облаке Привет Собака К ней Нужно Откратиться С уважением Подними Попробуй Он Пушистый Больше Чем Тяжелый Нет Он Еще И Толстенький Я Тоже Хочу Потрогать Чем Оно Набито Попробуй Оно Каким Чем То Не Таким Набито Оно Супер Мягко Ну да Подушка Ватой Ого Какое Мягкое Удобное Надо запомнить Этот Биг Джон Посмотреть Что там За наполнитель Биг Джон Дина Зачем тебе Вот эти Вот Пивные Бутылки Ну Это Наш Тайковей Чтобы Вам Было Не грустно Обходить По кругу Вот тот остров А чтобы Вы знали Какой остров Дина Говорит Смотрите Вот тот остров Мы хотим Обойти Вот так По кругу Мы приехали Опять На этот Наш Великолепный Пляж Как мы Обещали Мы Сейчас Обойдем Этот весь островок Вот так Вот по кругу Потому что Место Офигенейшее Что ты нашел? Большую Каури Да Бывает Тузик мы Оставляем здесь Якорь Я думаю Его никто Не тронет Потому что Здесь Тупо Некому Смотрите Что у меня Есть Короче Вам нужно Понимать Просто прикол Здесь С местным Пивом Что вот Мы его Взяли На какое-то Количество Дней Оно у нас Естественно Закончилось Наверное На первый День И потом Да И потом Что? А потом Все Вы просто Ездите По этим Прекрасным Островам А у вас Пить нечего Это у Дины Есть там Чуть-чуть Еще красного Вина Но я на него Не покушаюсь И вот мы Сейчас Зашли в этот Ресторанчик Взяли с собой Пару Цервес И будем Сейчас обходить Этот островок Посмотрите Какая красота В хорошем настроении Да Чего нет Что это за Великолепный Рабинзон Тут Лук Дель Арабик И между прочим Вот так вот Гулять Великолепно Шапку Мне надел Одина Потому что Говорит В прошлый раз Когда мы гуляли Облазить буду Чтобы не Слезла Нормальная кожа И Холодненькое Пиво На таком Великолепном Пляже Ну чтоб не Перегрелся А если Учесть Что это Еще и Ноябрь Месяц Мне кажется Ноябрь Великолепный Такой ты Конечно Злой человек Нормальный Реалист Мы сейчас Уже Зашли На Край Пляжа Здесь Прикол В том Что Сам Пляж Заканчивается Начинаются Такие Плоские Плиты Я догоняю Хорошо Я не против Такой Остров Робинзона Такие Зеленые Листья Такого Цвета Странного Такие Ненасыщенные А такие Как будто Выгорели А Они Еще и Пушистенькие Да Я про это И говорю Тут Настолько Прикольно Что Я вам Это Место Немножко Больше Покажу Какое тут Прикольное Место Сейчас Такой Идешь Тебе тут Навстречу Выходит Такой Чувак И предлагает Купить Там Ремень С крокодила И Сестра Интересно Получится Этот остров Обойти Ну Все Немножко Высоковат Идеи Должно Получиться Я читала Что Можно Главное Быть В тапках Ну Мы Ставка Мне Ботиком Край мира И на углу Сидят Птицы Вот здесь Край острова Как здесь Хорошо Продолжаем Ити дальше Это Уже Наветренная Сторона Острова И здесь Видно По растительности На подветренной Пальме А здесь Посмотрите Вот эти Вот кусты Именно такие Тропические Кусты Ну Это Вот Для Дины Тут Она Жалуется Что Ей Там Ракушек Много Что Ей Лене Вот Собирать Вот Так Вот Идет Вот Такие Хаури Валяются Смотри Вот На Вот Я так Понимаю Что Дальше Будет Вот Такое Вот Великолепное С Низкими Кустами И С Каменным Днем Да Вообще Красиво Посмотри на эти кусты Прикольные Вау Такой Прикольный Пизанс Эти кусты Так интересно Растут Это же Какие-то Не мангры Но тоже Растут Прям Соленой Водне Да Слезно Что за растение Выходим С каменной Части Здесь Начинается Песочек Это все Наветренная Сторона Но она Находится Внутри Барьерного Рифа А барьерный Риф У нас Вот Тут Относительно Недалеко Но здесь Относительно Ровная Вода А это Что Драцены Да Да Драцены Смотрите Народ Это очень редко Это Тот куст Который Вот На Обычно Тропических Островах И вот У него Цветок Это вообще Очень редко Такое Можно встретить Они почти Никогда На глаза Не показываются Редкое И уникальное Явление Вы только Что Видели Сейчас Начинается Low Tide Вода Уходит И здесь Такой Каменно-песчаный Небольшой Пляж А еще Под ногами Здесь Большое Количество Неритов Смотрите Конечно Ползут Все Медленно Смотри Они все Ползут Очень медленно Водей Ближе Так вот Народ Они Съедобные То есть Если вы Оказались Где-то На островах И у вас Проблемы С Питанием Вот такие Вот ракушки Это Нериты Называются И их Кстати Едят Всякие Крыски И животные На этих Островах Смотрите Сколько Ну и дальше Здесь еще Есть камни Мы уже Выше Камней Есть Песчаная Полоса Это Уже Говорит О том Что мы Близко К нашему Поинту Финальной Точке Куда Мы Идем Здесь Бывают Большие Волны Причем Их Может Разгонять И с той Стороны И Вот Из Этого Пролива И посмотрите Здесь Выбивает Вот Такой Вот Клиф И там Он Дальше Чуть Чуть Выше Сейчас Сюда Подойду Сейчас Мы Еще Подойдем Мы Посмотрим Как Далеко Наш Тузик Валяется На Берегу Это Уже Песчаные Обрывы Они Высок То есть Они Где-то По Пояс Находятся Песок Такой Проваливающийся Мягкий Ну да Потому что Это же Все Было Под Водой Это Та Часть Которая Под Водой Даже Видно Смотри Видно Положку Которая Вот Вы Тоже Видите Вот Это С Левой Стороны Это Та Часть Которая Была Под Водой А Справа Это Сухой Песок Итак Внимание Мерный Тузик Вы Помните Когда Мы Уходили Где Ну Это Один из Самых Лучших Островов Он Красивый И Разный Всеми Местами Каждые 100 метров Проходишь Будет Абсолютно Новый Пейзаж Ну И Столько Ракушек Я Не встречала Еще Своей Жизни Реально Пусть Параису Яблочко Ну У тебя Там Вино В Графиня Вот И у Нас Вот Такой Вот Закат Сейчас Сансет Гринг Да Вот С таким Красивым Видом И Она Будет Дальше Отливать Отливать Там Наша Лодочка Стоит И Сбоку Вот Этот Великолепный Островок Ну Что Народ Мы Вот Уже Выдвигаемся Данная Экватория Достаточно Сложная Тем Что Очень Много Мелких Островочков И Вообще Милей И Нам Нужно Быть Супер Внимательными Чтобы Это Все Красивенько Объехать Но Здесь Нужно Просто Внимание Потому Что По Карте Вы Видите Вот Это Вот Сейчас Будет Левее Правее Правее Левее И 40 50 Километра И Это Почти Весь Наш Сегодняшний Путь То Есть Смотрите Мы Идем Под Полными Парусами Ветер Дует В районе 20 Узлов Мы Идем Больше 7 И Вода Абсолютно Ровная Плоская Водичка Это Крайне Редко Так Бывает Когда По Океану Получается Идти Быстро Комфортно Ровно Посмотрите У меня Даже Не болтает При этом Мы Идем Очень Быстро В общем В Восторг У нас Тут Есть Одна Небольшая Новость Смотрите 7000 Это Расстояние Которое Мы Прошли По Тихому Океану Ноль У нас Был В Панаме Так Вот Друзья 7 Косариков Мы Уже Тихому Разменяли Такой У нас Сейчас Заход Непростой А вот Это Наш Островок И видите Перед ним Какой Большой Риф Опасный Нам туда Так Все Мы Дошли Стали Не могу Сказать Что Прямо Я В Восторге Потому Что Смотрите Здесь Есть Качка Потому Что Заходит Такой Огромный Свел И Бухта Но Не Прямо Чтобы Сильно Защищена Стали Мы На Восьми Метрах Глубины Сзади Там Риф Но Мы Здесь Одни Стоим Поэтому Все Окей Сейчас Поедем На Берег Посмотрим Что Там Но Так Как Бы Держак Хороший Держимся Крепко Лодка Стоит Великолепно Но Вот Эта Вот Качка Боковая Вот Такая Вот Мне Не Нравится Смотри Какая Волна Короче Вот Такой Вот Островок Кстати Говоря Посмотрите Какая Монументальная Стена Здесь Кораллы Такие Большие Красные Есть Которые Сюда Закидывает Там Прям Такие Огромные Такая Коса Ее Вот Так С двух Сторон С Велом Наносит Потому Что Риф Не Закрывает Полностью Остров И Несмотря На То Что Там Есть Какой Барьер Небольшой Но Все Равно Здесь Волны Сюда Заходят Ну Прямо Большие Смотрите Вот Сейчас На Пляж Заходит Стена Совсем Немаленькая Тут Эти Кушек Каури Просто Завались Красных Кораллов Полно Старых Каури А Здесь Закидало Видимо Во время Шторма Сюда Везем Микроводоем Так Я хочу Наверх Полезть Жизнь продолжается Вода Такая Фул Пахнет Такой Сероводородом Такой Тухлой Водой Смотрите Следы Копыт На острове Есть Какие-то Животные Причем Большие То ли Свинь Будем Их Искать Но Здесь Никто Не Живет Это Такой Ремоут Плейс Народ Я Нашел Этих Животных Они Убегают Я Пытаюсь Их Найти Это Свиньи Сейчас Буду Их Преследовать Они Спрятались В кусты Короче Рыжая И черная Свиньи Этот остров Нифига Недружелюбный Здесь Прямо Такая Стихия Ветер Дует Волны Валят Со всех сторон Такое Чувствуется Что Это Здесь Вот Эта Энергия Океана Она Такая Мощная Птицы Летают Гнездятся В общем Слов не Нахожу Вот Энергия Природы Это Одно Дерево Которое Видимо Ураганом Или Чем-то Принеслось Сюда Здесь Есть Домик Птиц Много Здесь Гнездится Мне говорили Люди Что На Скала Гнездятся Птицы Вы Вы Были Вот Так Вот Жить На Таком Вот Острове Хижина Как Робинзон Интересно Ваше Мнение Пишите В Комментах Потому Что У Меня На Это Тоже Есть Свой Взгляд Но Мне Интересно Мнение Людей Которые Вот Это В Первый Раз Увидели Вот Именно В Таких Условиях Вот Посредине Океана На Тонго Жили Либо Вот Так Вот Отшельником Или Нет Ну Что Вам Сказать Про Этот Остров Я Люблю Когда Острова Такие Знаете Вот Писфул Когда Ты На Них Становишься Тебе Хочется Открыть Бутылочку Вина Посидеть С Красивым Видом А Здесь Такая Стихия Такая Мощная И Не Хочется Сидеть На Расслабоне Ты Сидишь И У Тебя Постоянно Такое Напряжение Внутри В общем Остров Прикольный Красивый Живописный Но Не Мой Мы Вышли Собрались Поставили Вот Такой Огромный Парус Идем Мы Сейчас В столицу Нукуалову Там Я вам Покажу Я Немножко Водыжки Потому Что Этот Парус Было Так Ставить Достаточно Трудоемко Выпуск Про Необитаемые Острова Подошел К концу Подписываемся На канал Ставим лайк Колокольчик И Мы Дальше Будем Вам Показывать Про Королевство Тонго Про Столицу И У нас Будет Гость Заспойлерил Маленький Сюрприз Ну что Народ До встречи В следующем Выпуске Пока